вот про захват существует ну как бы три вида захватов до основных это немецкий он выглядит таким образом что у нас ладонь параллельно полу до смотрит в пол и палки примерно под углом 90 градусов французский палки параллельны ладони перпендикулярно полу большой палец сверху да тот же самый при строк но во французском вот есть американский у него довольно такая забавная история появления американского захвата был такой барабанчик джин крупа некоторые знают вот в общем то он играл как играл да и у него как-то спросили какие какой захват в правой руке использовать посмотрел посмотрел сказал американский потому что это был не немецкий не французский да это было что-то между вообще на установке используется вот это все пространство до немецкого до французского потому что одно дело если бы у нас был один барабан да и ты выбрал какой-то один вариант и играет всю жизнь нормально или так вот но мы находимся на стуле да и вокруг нас барабаны находятся в разных положениях да и где-то удобнее руку развернуть сюда где-то до развернуть и так далее поэтому приходится отрабатывать все эти варианты от такого варианта для такого все это используется для чего вообще